Иное измерение русской культуры. Владимир Григорьевич Бенедиктов «Рыцарь» Читает Евгений Прасут-Брушковский После тщетных похождений и бесплодных бранных дел Храбрый рыцарь к мирной сене возвратиться захотел. И пришел он невеселый на домашнее житье, Бросил в угол меч тяжелый, щит свой, латы и копье. «Что?» — друзья его спросили. «Все пропало», — говорит. «Не щадил трудов, усилий и, увы, стыдом покрыт. Уподоблен дом Кихоту, а в сражениях был велик, Наезжал, рубил с налету, только цели не достиг». «За какую ж дульцинею ты сражался?» — был вопрос. «Все на свете, прах пред нею», — рыцарь гордо произнес. «Свет красавицу такую должен чтить. Из дам его взял я истину святую в дамы сердца моего». Чистый вензель этой дамы на щите моем горел. Я из боя в бой упрямый за нее стремглав летел. Дело истины не шутка. На меня, подъяв мечи, шли гиганты предрассудка, Заблужденья силачи шли толпой, стеной восстали. Пред числом я изнемог. И безумцы хохотали, слыша мой впаденье вздох. Но меня не то смущает, что потеряна борьба. Нет, мне сердце сокрушает человечество судьба. «Рыцарь, выслушай спокойно. Сам себя ты осудил. Острый меч твой непристойно делу истины вредил. Ты, герой, в движенье скором наступательных шагов Сам назойливым напором раздражал я врагов. Меч булатный ей не нужен, не нужна ей кровь врага. Терпеливо безоружен, кроток, тих, ее слуга. Он не колет, он не рубит. Мир, нашествуя вперед, побеждает тем, что любит И смирением вверх берет. Читано по изданию Сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова Под редакцию Якова Петровича Полонского Второе посмертное издание Том 2 Санкт-Петербург, Москва Издание поставщиков Его Императорского Величества Товарищества Вольф 1902 год Сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова Сочинение Владимира Григорьевича Сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова Сочинение Владимира Григорьевича Бенедиктова